До наступления полярной ночи меньше месяца, чтобы поддержать свое здоровье и укрепить иммунитет, достаточно всего трех капсул рыбьего жира в день и недолгих занятий физкультурой. Этим правилам следуют и воспитанники детского сада номер 46 в Росляково. Для местных жителей и гостей региона полярная ночь, пожалуй, самый сложный период в году, ведь солнце не поднимается над горизонтом на протяжении 40 дней. Чтобы укрепить иммунитет в этот период в детских садах заранее начинают профилактическую кампанию. В рацион детей включают рыбий жир, большое количество овощей и фруктов. Воспитатели уже не первый год старательно заботящиеся о здоровье и благополучии малышей отметили видимый результат. Анализ работы, проведенной нами в детском саду, он позволил сделать вывод, что посещаемость, заболеваемость не увеличивается и посещаемость детей не уменьшается. То есть это является стабильным, то, что самое главное для нас. Дети бодры, веселы, активны, эмоциональны и самое главное здоровы. Принимать рыбий жир в детском саду не обязательно, но никто из родителей отказываться от полезной добавки для детей не стал. Чтобы малышам было интересно, им самим предлагают выбрать цвет своей витаминки – красный, зеленый или оранжевый. От этого зависит и вкус угощения – малиновый, яблочный или облепиховый. Ни у кого нет отрицания. Все с удовольствием и все это знают. И если даже ты, допустим, там забыл, забегался, они тебе обязательно напомнят. Ольга Николаевна, а рыбий жир, а витаминки? Поэтому мы очень рады, что даем рыбий жир. Мы сейчас даем он как бы в полярную ночь, потом будет давать весной. И дети к этому уже приучены и очень ответственно относятся. Такое отношение взрастили в детях воспитатели и родители, которые рассказали им о пользе рыбьего жира. Также малыши очень много времени проводят на свежем воздухе, играют в активные игры и с удовольствием посещают спортивный зал. Давайте поможем медведю на голой трех. Давайте. Руки в за ног. Приготовились. И сильно. И еще. Специалисты заверяют, что полезные привычки останутся с ребятами на долгие годы. И это поможет детям вырасти красивыми, здоровыми и сильными. Продолжение следует...